всем привет друзья как я вам говорил в предыдущем видеоролике по обзору краскопульта аурита у нас будет еще одна аури . данная модель h827 с дюзой 20 используя данный краскопульт мы будем строго для подложки титана перед тем как наносить основное сверхпрочное покрытие ну что погнали робочка с тем что он понадобится при обслуживании краскопульта ершик ключ шестигранник и вторичный фильтр бачок 600 миллилитров стандарт инструкция по эксплуатации данного краскопульта как и в предыдущей модельки тоже на английском языке ну и собственно то зачем мы здесь собрались сам краскопульт синенького цвета где за как я говорил двушка по эргономике данный краскопульт вполне приятный кстати тоже легкий вот в предыдущем видеоролике в обзоре там комментарии писали что что смотреть на эти ауриты это же валера обычный вот нет у меня есть валера и валера вот так вот без бачка намного тяжелее если бы не были весы я бы скорее всего это все взвесил но к сожалению весов нет здесь у нас сбоку как большинстве краскопультов расположен регулятор факела подача материала и регулятор давления голова как я уже на второй раз или третий говорю двушка у нас так выглядит система распыла принципе идентична предыдущей модельки напомню что модель речи лп к слову о том что я всегда говорю промывайте краскопульты перед тем как начнете работать и вот наглядный пример где-то сейчас только что видел вот маслица то есть это маслица присутствует везде промывайте нормально то есть вы видите инструкцию в коробочке разбираете все промывайте растворители протираете насуха собираете тогда никаких дефектов на окрашиваем детали не будет здесь у нас есть логотипчик ауриты синее анодирование как я уже говорил и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь традиционная часть видео, конечно же, сборка краскопульта. К сожалению, в данной модели тоже нет переходника ПАПА. К сожалению, это единственный минус. Берем вторичный фильтр, устанавливаем, закручиваем бачок, подтягиваем, ставим переходничок, фиксируем. Краскопульт готов к работе. Итак, краскопульт мы разобрали, промыли. Сейчас залил в него растворителя, чтобы наглядно показать его распыл на свет. Такой хороший распыльчик. Ну что, сейчас мы приготовим наш титан. Разведем его чуть погуще, чем я делал это для пистолета 1,9. И будем делать тестовые напылы. Как всегда, у нас здесь бумажечка неспроста. Ну что ж, пожалуй, начнем наши тестовые напылы. В краскопульте мы открываем давление на всю. Не в малине у нас сейчас 2 атмосферы. Факел на всю, подача на всю. Тестовые выкрасы делаем с расстояния 20 сантиметров. Пробуем. Блин. Вроде титан разводил густо, а раздул, что-то он прям разбил, так, ну, гладенько-гладенько. 20 сантиметров расстояние у нас было тестово напыло. Так как сам по себе титан у нас густой, капля такая крупненькая, но это не критично для данного материала. Факел на нем получается 30 сантиметров. Достаточно хороший. Давайте попробуем с расстояния 15 сантиметров. С расстояния 15 сантиметров факел получается 23. То есть, оптимально данной вязкостью и данным материалом все-таки наносить будет с расстояния 20 сантиметров. Факел хороший, перекрывать будет удобно. Ну, теперь давайте с расстояния 20 сантиметров сделаем пробный такой выкрас. Ну, за счет того, что все-таки густой материал, получается у нас все-таки факел 23 сантиметра. Ну, опять же, напомню, что материал густой, и это нужно понимать. Так, давайте еще раз попробуем с расстояния 20 сделать выкрас. То есть, если более длительно ждать, все 30 сантиметров у него получаются. Но рабочий факел у него все-таки будет 23 сантиметра. Это неплохо, и этого вполне достаточно, чтобы нанести подложку для титана. Давайте попробуем тест на равномерность распределения. Вот здесь вот бахну, 20 сантиметров. Сейчас у нас все это потечет. Посмотрим, как распределяется материал в факеле. Ну, я уже вижу достаточно хорошо, что потек он идет от и до. То есть, материала достаточно, раскидывает он его на всю ширину факела. То есть, каких-то пустых зон здесь нет. Ну, и, наверное, как мы все любим наши наглядные обзорчики, давайте попробуем данный краскопульт использовать по специальному применению. Мы сейчас возьмем крыло и покроем его подложкой титана. Ну, что ж, накидаем первый слой на пылом, и потом будем забивать. Ну, даже, я бы сказал, неплохо для напыльчика. Можно даже двигаться побыстрее. Ну, что, давайте забьем тогда сразу же цвет. Тем более, у нас тестовое крыло, и нам его вообще не жалко. Продолжение следует... Собственно, первый слойчик. Второй даже смысла ложить нет. Всем... Ух ты ж, блин, как расфокусировался. Всем видно, что разносится материал равномерно. Та подложка, которая мне нужна для основного покрытия титан, у нас получается. То есть, больше и не нужно. В принципе, где-то, если какой-то пластик нужно покрасить в салоне красиво, то достаточно будет вот так вот распылить. И красиво, и не такая бешеная шагра. Но для того, чтобы меньше использовать конечного продукта титан, точнее, материал, чтобы не расходовать на то, чтобы забить в цвет, достаточно делать вот такую вот подложку. Экономия плюс. Субтитры сделал DimaTorzok В подложке очень много плюсов. Во-первых, когда мы наносим подложку, у нас сокращается расход материалов. Очень бешено сокращается. Если честно, вы можете это сами попробовать. Во-вторых, мы сокращаем риск возникновения пропуска покраски. То есть, где-то какие-то, как говорится, цыгане. То есть, если красили, допустим, в темном гараже, выгнали на улицу, бац, просвет. А мы знаем, что титан, он все равно, если его недостаточно нормально, правильно развести, он ложится хаотично. И, возможно, где-то в каких-то местах, вот в этих вот, возможно, будут пропуски. То есть, чтобы это сократить, пожалуйста, подложка. Для того, чтобы нанести подложку, вот такой прекрасный краскопульт Auretto. Мне данный краскопульт понравился. Для подложки титаном самое то. То, для чего мы его приобрели, он с этим справляется на все 100%. Во-первых, недорого. Во-вторых, качественно. В-третьих, он отобьется, наверное, с первой же вашей покраски клиентской машины. Я считаю, замечательный краскопульт. Всем советую взять на вооружение. И это не какой-то там Валера, как вы пишите. Ой, Валера. Да, увидели вот эту вот голову распространенную. Но, опять же, то, что делается в Китае, может быть сделано как качественно, что мы сейчас видим, так и похабно. То, что есть у меня, например. У меня есть краскопульт. Он изначально заказан был с Алиэкспресс. И красит он, соответственно, вот таким вот бананом. То есть, выбор за каждым. Ну, на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok